Санкт-Петербург 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 выше, чем у нас в республике, стараются отгружать больше продукции на экспорт, зарабатывать таким образом больше выручки. Но с этими вопросами мы оперативно разбираемся. В случае возникновения таких проблем совместно с Министерством сельского хозяйства, СОБОЛ, с полкомами, реакция идет мгновенная, и продукт возвращается на полку. В такой ситуации необходимо понимать, что в первую очередь, как получил глава государства, необходимо насытить полку белорусскую, нашу. Работать необходимо предприятиям, торговле, поставщикам, импортерам работать над понижением своих затрат, для того, чтобы увеличивать рентабельность за счет снижения затрат, а не за счет роста цены. Все эти меры предполагают усиление мониторинга и контрольных рейдов. Депутаты, профильное ведомство и общественное объединение оперативно отправились в торговые сети. Магазины частные и государственные проверяют по всей стране. При этом смотрят на ценники не только товаров первой необходимости, как правило, о продуктах, которые заметно подорожали, рассказывают сами покупатели. На все такие замечания следует незамедлительная реакция. Прямо на месте контролеры изучают, насколько обоснована та или иная цена. В целом видно, что в некоторых магазинах цены значительно выросли. Молочные продукты, крупы в некоторых магазинах. На какие-то определенные продукты был рост цен, на какие-то сладости были, овощи, фрукты. Хлеб, молоко, в общем-то, не настолько дорожает, как овощи и фрукты. Аппетиты от торговых сетей необходимо ограничить. Более того, по многим позициям ценники можно открутить назад. Такие поручения накануне дал президент. Глава государства отметил, принимаемых правительством и Нацбанком мер недостаточно, а контролеры не используют свои полномочия для регулирования цен в полной мере. Александр Лукашенко озвучил принципиальное решение. Дальнейший рост цен в стране запрещен за нарушение вплоть до уголовной ответственности. Кроме того, отсозданы рабочие группы, куда вошли представители различных министерств и ведомств, депутаты и общественные объединения, ждут конкретных предложений по стабилизации макроэкономической ситуации. Рост, несмотря на санкции государства, не позволило нанести ущерб благосостоянию белорусов в условиях давления. Экономика показывает сбалансированность, а о состоянии реального сектора речь шла на большом брифинге силового блока страны. С докладом перед людьми в погонах выступил глава правительства. Результаты такие. Рубль укрепился по отношению к евро на 17%. Во внешней торговле продали почти на 3 миллиарда долларов больше, чем купили. Это исторический максимум. Санкционный удар экономика выдержала и перешла в мобилизационный режим. То есть цель наших оппонентов достигнута пока не была. На Западе есть определенная обескураженность тем, что меры ни в отношении России, ни в отношении Беларуси не приводят к тому результату, который задумывался. Но и санкционный потенциал у Запада, в принципе, серьезный, уже исчерпан. Поэтому, наверное, самое тяжелое время или позади, или мы его вот-вот проходим в это время. Остановились и на задачах, которые ставили перед собой авторы санкции. Это ущерб благосостоянию людей, понижение уровня жизни, чтобы спровоцировать социальную напряженность. Этого достичь не удалось, резюмировал премьер. Разбор международной повестки продолжим в рубрике «Лавров за гранью». Вашему вниманию громкое закулисье смотрите сегодня, сразу после вечернего выпуска наших новостей. Опять пятница, которых у некоторых кому повезло, семь на неделе. И меня снова зовут Лавров. Седьмой выпуск рубрики. И к тому же седьмое число. Надо было бы поговорить про британцев. Иэна Флеминга и Джеймса Бонда, агента 007. Тем более, что нынче, куда ни плюнь, каждый третий британский агент. Поэтому и у нас будет сегодня бла-бла о бабле. Илон Маск взялся тут украинский кризис порешать. И порешил. Но сегодня не об этом, а о деньгах. И что из этого с их деньгами теперь получится, узнаем в новостях и обсудим в рубрике «Лавров за гранью». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова